У нас в чеченском языке вообще нет слова «россияне», есть только русский, как и во многих других, как и в английском, например, тоже нет слова «россияне». Есть русский, слово «раша». Поэтому, но когда мы говорим так, это не значит, что мы имеем в виду именно русских людей. Про Сон Кадыров. Я видел эти новости про Сны Кадырова. Да, это очень смешно. Реально смешно, когда государственные СМИ рассказывают о Снах Кадырова. Это сильно. Представьте себе, что где-нибудь, скажем, в Германии, какое-нибудь баварское СМИ рассказывало бы про сон премьер-министра Баварии. Можете себе представить? Сегодня наш премьер во сне увидел Иисуса Христа, например. Вот так вот. Была бы вот такая новость, вы себе представляете? Он, наверное, видел своего хозяина Путина во сне и все. Он говорит, что он видел пророка, и был в свидании Аллаха. Он не мог видеть пророка. Это он лжет. Он реально мог видеть только Путина. Хочу спросить у Даудова, как ему спалось после последнего эфира. Алейкум ассаляму рамату лабаракату. Последнее не буду от тебя зачитывать. Я думаю, что его сон был немного беспокойным. И, скорее всего, в эту ночь, наверное, он подал идею Кадырову рассказать о его вещах в снах. И сегодня поэтому все кадыровские СМИ рассказывали нам о снах Кадырова. Завидуешь, наверное, его снам? Да. Завидую его снам. Ты можешь работать или выходить, гулять там, где ты остаешься? Или же тебе приходится постоянно осерегаться кого-то или чего-то? Саламу алейкум алейкум ассалям. Ну, работа моя, она здесь, в интернете. Вот, в настоящее время я работаю. Могу ли я выходить? Да. Могу выходить, гулять, проводить время. В свое удовольствие. Все это я могу делать. Осторожно, новичок, новичок, путеничок. Каждый чеченец должен накормить 150 русских. Чтоб все были сыны, да, в России? Правильно ты говоришь? Все правильно. Чьи-то слова мне это напоминают, но вот не могу вспомнить, чьи. Какой-то флешбек. Низам Ченнел у нас в чате. Это Анзор Масхатов. Добро пожаловать, дорогой брат. Я надеюсь, это не фейк, это действительно твой канал. Сегодня видел, ну, вчера это, видимо, записанное обращение, но я его только сегодня посмотрел, обращение к тебе очередной раз от Ханбеева Магомеда. Тяжело было снова все это слушать, но из того, что они рассказали, и того, что он, точнее, рассказал, я так понял, что самый крутой парень во время нашей независимости был у нас Магомед Ханбеев. Он кому угодно говорил все, что угодно. Он был настолько смелый, что все его боялись. Но вот все те, кто его боялись, так мужественно, достойно прошли этот путь. И когда пришел враг, они его не испугались, они с ним сразились. А вот этот смелый, отважный парень, Магомед Ханбеев, когда пришел враг, он не смог сразиться с ним, он не смог проявить это свое мужество и перешел на сторону врага. И сейчас является депутатом Единороса. Но я ему верю. Я решил, что все вы говорите неправду, один он говорит правду. Я решил верить ему. Я думаю, он был очень крутой парень. Томсор, что должны сделать власти Чечни, чтобы ты прекратил все это? Заплатить мне 100 миллионов долларов. Кстати говоря, по поводу заплатить и властей Чечни, я думаю, скоро будет интересная информация по этому поводу. Как там ты говорил, Давудов? Я жду кое-чего, ты мне говорил. Да вот я тоже жду кое-чего. Точнее, я жду того, чего ждал ты. Я жду, когда ты сделаешь этот ход. И на твой ход у меня будет тоже очень интересный ответ. И там будет упоминаться по поводу заплатить, когда власть Чечни платит. Очень интересный будет момент. Это такой небольшой спойлер. Есть поговорка, каждый народ заслуживает своего правителя. Чем провинился чеченский народ, что над ним сейчас Кадыров? И чем так провинился русский народ, что над ним сейчас Путин? Насчет чеченского народа неправильная параллель. Это неправильное применение данного хадиса. Потому что Кадыров не является нашим правителем. Кадыров является врагом, наместником врага. К нам пришли нас в одной из битв в этой войне, в этой борьбе. Нас победили, нашу территорию ее оккупировали, ее захватили. И на этой территории поставили своего человека. Это не правитель чеченцев. Это не тот человек, которого чеченцы выбрали. Или он там взял силу и власть над чеченцами. Нет, это наместник врага, это чиновник. Это неправильное применение хадиса. Вы ведь не называли правителями мусульман, допустим, монголов, которые захватывали, например, Ирак, исламские города на тот момент. Ставили там своих людей. Вы же не называли их правителями, не задавались вопросами, почему такие правители в нами. Нет, все знали, что это враги. Это временное явление. То есть, это враг, который пришел и которого нужно выбить. Его нужно обратно отправить на свою землю, к себе. Поэтому Кадырова нужно воспринимать именно так. А что касается россиян и их правителей, ну это пусть россияне подумают об этом. Я думаю, не мы должны думать за них. Пусть они думают. Когда вы говорите враги, вы народ имеете в виду, во множественном числе говорите. Мы имеем в виду страну, мы имеем в виду вооруженные силы, политическую элиту, полицию и всевозможные органы и государственные власти этой страны. Вы, дорогие друзья, имейте в виду, что именно такие обороты речи применяются тогда, когда две страны, два государства друг с другом воюют. Когда вы воевали с французами, вы тоже говорили враги, французы. Вы не говорили, что это вот не в простом разговоре, вы не обозначали, что это конкретно. Вот мы с армией там воюем, а у них там есть хорошие люди, к ним у нас нет претензий. Это все и так понимают, что к нормальным, хорошим людям никаких претензий быть не может. Однако, когда мы говорим о войне, о вражестве, мы говорим обобщенно. И речь сейчас идет о стране, о государстве. И уточнять эти моменты постоянно не нужно. Это само собой разумеющиеся вещи. Вы с немцами, когда воевали, вы говорили немцы. Вы же не отвечали там конкретно нацистов от кого-то, не говорили, вот эти вот ребята нормальные, а вот эти вот такие. Да, и вы и тогда знали, что там есть нормальные ребята, а те, кто недовольны этим, они там были. Но при этом в разговоре всегда упоминалась страна, обобщенно говорили немцы. Так же и у нас говорят. Хотя я пытаюсь, чтобы русские люди не думали, что там в целом какой-то националистический контекст есть в этом вопросе. Я пытаюсь не говорить русские. Но даже когда мы говорим русские, имеется в виду не народность, а имеется в виду россияне, Россия, их армия. У нас в чеченском языке вообще нет слова россияне. Есть только русские, как и во многих других. Как и в английском, например, тоже нет слова россияне. Есть русские, слово Russia. Поэтому, но когда мы говорим так, это не значит, что мы имеем в виду именно русских людей. А вот там другие народы России, мы оттуда как-то отделяем. Скажем, хантов, мансов. Я всегда раньше начинал с татаров, башкиров. Мне недавно сказали, что почему ты упоминаешь именно татаров, башкиров. У тебя неприязнь. Поэтому я сейчас начну с хантов и мансов, алтайцев, якутов. Они все являются россиянами. Они тоже служат в российской армии. И те, кто служат в этой армии, те, кто пришли к нам с войной, они все наши враги. Мы не выделяем здесь конкретный народ. Но обобщенно, когда мы говорим, мы можем сказать, допустим, русские. И это не нужно воспринимать как обозначение именно конкретного народа в России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok